Хлеб на Каждый день Три года или около трех лет Тот ребенок, которого она так долго ждала Тот, о котором она молилась Тот, который для нее был Божьим ответом И сейчас она оставляет его Богу Под покров того, кто был на тот момент священником, Илья И посмотрите, какая есть характеристика о нем Сыновья же Ильи были люди негодные Они не знали Господа Всего лишь один стих, но он так о многом говорит И возникает масса вопросов Значит, остается этот ребенок А вокруг него есть взрослые люди И это не только священник Илья Это его сыновья И понятно, что маленькие дети Они тянутся тем, которые постарше, но ненамного А если это есть люди старшие И такого возраста, когда они уже могут давать Направление жизни, то это даже опасно Оказаться рядом с теми, которые выбрали неверный путь И как такое может быть у священника Люди, которые не знали Господа Это его собственные сыновья Об этом стоит поговорить Дело в том, что люди, которые рождаются в христианских семьях Это огромная привилегия, это огромная возможность Но это и опасность Принять драгоценность как норму А значит, не относиться к ней как к драгоценности А значит, не оценить ту возможность Которая пришла от утробы, с самого рождения И поэтому люди, которые начинают в этом формироваться И жить как в норме Вокруг себя видят другой образ жизни Другие ценности И, как правило, то, что не похоже на тебя Оно начинает привлекать И поэтому люди, которые тем более понимали Где-то ограничители, которые дают закон О которых наверняка говорил им отец Но вокруг люди, которые живут более свободно Почему бы не попробовать? И тогда, когда нет внутри еще стержня Тогда, когда не сложилось основание А это платформа, которую дали другие И тогда, если человек ее не оценивает То в результате он уйдет своим путем И, как правило, имеет очень печальные последствия Это не значит, что надо смотреть вслед таковым людям И просто наблюдать, а что же будет с следующими Потому что они опять пошли не тем путем Но очень важно, чтобы со стороны родителей Со стороны тех, на ком ответственность Были правильные действия, предприняты вовремя В данном случае мы видим, что Илья Здесь не указан как человек Который их воспитывает Который их формирует А просто живет и сам делает то, что считает нужным С одной стороны, это здорово Когда человек знает, что ему делать Но, с другой стороны, очень печально Когда то, что является его ответственностью Не выполняется И об этом мы увидим чуть ниже Уже в следующей главе Но сейчас я хочу вместе с вами Сделать на этом акцент Если у вас родились дети в христианской семье И вы думаете, что это само по себе автоматически Даст им причастность христианству То я хочу вас предостеречь Совершайте вовремя молитвы Направление И тем более приводите детей Пока они маленькие Под переживания Бога Под общение с Ним настолько Чтобы они сами знали Его голос И вместе с Ним шли по жизни Вот тогда, когда отношения складываются личные Это уже личный Не просто контакт А канал, который открывается И по которому течет жизнь В сердце ребенка И он знает, как говорить с Богом Он знает, как с Ним общаться И у него появляется личный опыт И поэтому ответственность родителей Не только жить самим жизнью Которая может быть примером Но еще и направлять детей Молитвенно, общением, отношением Ценностями, примерами и так далее А особенно благословения Чтобы в устах они никогда не заканчивались Пусть всегда текут в адрес Ваших детей и ваших внуков Те благословения Которые будут материалом Для строительства их судьбы Небесный Отец Я благодарю Тебя Что мы можем сейчас благословлять Тех, которые уже рождены В христианских семьях Как Твой подарок Как Твоя возможность Я благодарю Тебя Потому что на самом деле Это дар И это Твоя благодать Проявленная к нашим семьям Но я прошу Тебя Чтобы никогда дети Рожденные в Твоем Царстве Рожденные на территорию христианства Не оказывались заложниками врага Не оказывались заложниками того Что является дьявольскими планами Поэтому мы сейчас молимся И заступаемся за таковых Но также пусть уста родителей Не замолкают Благословляя их Пред Тобой И в их уши также И я благодарю Тебя Что это возможно Когда мы на связи с небом Да будет имя Твое благословенно А дети наши и внуки наши Да будут посвящены Тебе От утробы И до последнего дыхания жизни Во имя Иисуса Христа Аминь Всего доброго, друзья До новых встреч До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok